На Беларусь 4 программа «Де-факто» мы рассказываем о главных происшествиях за неделю, сообщаем правовую информацию, анализируем чрезвычайные ситуации. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. То плюс, то минус. Погода внесла коррективы в обстановку на дорогах региона. Подробности ДТП на Барыкино. Гомельчанок, на которых наехала фура, прооперировали. 83 гололедные травмы. Таков итог оттепели в областном центре. В Гомеле люди шли на работу, но попали в больницы. Свеча горела на столе. В одном из гомельских ресторанов непогашенный источник света стал источником возгорания. Семена на вес золота. Как делаются деньги на нелегальные продажи маковой соломки? И удается ли правоохранителям влиять на ситуацию? Специальный репортаж Алексея Немкевича. А также незаконный оборот наркотиков. Кто кошка, а кто мышка в игре под названием «Наркобизнес». Комментарий эксперта. И начнем наш выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние 7 дней. В центре внимания наших корреспондентов оказалось немалое количество чрезвычайных ситуаций. За 10 лет более 80 привлечений к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. С таким багажом за плечами мужчину задержали в момент его очередного нарушения. На этот раз не обошлось без преследования. После того, как автомобиль был остановлен, водителю было предъявлено еще 19 обвинений. Как выяснилось, нарушителем оказался гражданин цыганской национальности, 1981 года рождения, никогда не получавший прав на управление транспортными средствами. На автомобиль наложен арест, машина доставлена на штрафстоянку. Несколько аварий паровозиков случилось на прошлой неделе в областном центре. 4-5 автомобилей в ряд, как говорят в народе, поцеловались из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения. Причины ДТП еще выясняются, но факт несоблюдения дистанции зафиксирован. Романтическая атрибутика стала причиной пожара в одном из ресторанов города Гомеля. По адресу проспект Ленина, 20, сработала пожарная система «Молния». По прибытии на вызов спасателей было определено, что возгорание возникло в обеденном зале ресторана. Пожар был полностью ликвидирован, пострадавших нет. Объект общественного питания располагается на первом этаже многоквартирного дома. Благодаря видеонаблюдению установлена причина. Причиной послужила обычная свеча, оставленная без присмотра на столике, которая, в принципе, привела к возгоранию скатерти, соответственно, стен и потолка. Эвакуация граждан не производилась из жилых домов, их жизни и здоровью не угрожала. В выходные с огоньком в регионе пожары вспыхивали в шести районах. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Так в Ельске горел одноэтажный барак. К моменту приезда спасатели уже вовсю полыхала крыша деревянного строения. Хозяин горящей квартиры смог выбраться из нее сам через окно. В результате с ожогами лица, рук и тела мужчина был госпитализирован. Хозяева остальных жилых помещений покинули свои квартиры самостоятельно и не пострадали. Рассматриваемые версии возникновения пожара, неосторожное обращение с огнем при курении, а также нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих устройств и агрегатов. Непогашенная сигарета могла стать и причиной трагедии в деревне Новый Кривск Рогачевского района. Там в результате пожара обрушилась крыша частного дома. Под обломками был найден труп хозяина жилища. Еще одно жаркое видео из Светлогорска. Здесь ярким пламенем полыхал сарай. Столб дыма был виден за многие километры. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, никто не пострадал. В результате пожара уничтожена кровля, мотоблок и имущество внутри деревянного сарая. Повреждены стены. Причина пожара устанавливается. На дорогах области также было неспокойно. За предвыходные и выходные дни сотрудники ГАИ зафиксировали почти 3000 нарушений ПДД. Некоторые привели к аварии. Например, в Гомеле под колеса автомобиля попал несовершеннолетний пешеход. Пересекал проезжую часть в неустановленном месте вблизи пешеходного перехода. С полученными травмами ребенок был доставлен в больницу, где после был госпитализирован в томатологическое отделение. Попались на краже бутылки водки и применили против продавцов баллончик с перцовым газом. В Мозере двое молодых людей отомстили продавцам за то, что те улечили их в краже алкоголя. Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения. Вот молодые люди проходят на кассу, а вот одна из работниц магазина перекрывает им выход и просит покупателей выложить на ленту украденное. Мужчины делают вид, что не понимают претензий, но потом один из них нехотя все же достает из-под куртки спрятанную там бутылку водки. За товар покупатели не рассчитались, долго спорили с работниками магазина, а перед выходом брызгнули им в лицо спреем из газового баллончика. Одной из женщин мужчина ударил ногой. Правоохранители разбираются в произошедшем. А в Гомеле милиция разыскивает мужчину, который украл из камеры хранения продуктового магазина сапоги. Воришка не прошел мимо камер видеонаблюдения. От кассы он направился к ячейкам и открыл не только свою, но и соседнюю. Достал из нее пакет с женскими сапогами и направился к выходу. Граждан, которые по видео узнали мужчину или владеют информацией о его местонахождении, просят обратиться в милицию. В деревне Калинина Будокошлевского района местный житель едва не убил топором своего отчима. В процессе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт. Дело дошло до рукоприкладства. Обвиняемый задержан, против него возбуждено уголовное дело за попытку убийства сожителя своей матери. В ходе ссоры подозреваемый схватил топорик для разделки мяса и нанес им не менее двух ударов потерпевшему. В последствии сам подозреваемый вызвал и скорую, и милицию. Следователи ищут очевидцев ДТП в Петриковском районе, в результате которого погиб пешеход. Найс произошел 27 января на 229-м километре автодороги границы Российской Федерации Гомель-Кобрин, неподалеку от деревни Млынок. ДТП совершил водитель автомобиля Рено Сандера. То минус, то плюс. Погода на этой неделе повлияла на дорожную обстановку. В сутки зарегистрировалось более 30 аварий. Среди пострадавших много пешеходов. В Гомеле грузовик наехал на двух женщин. ДТП произошло на улице Барыкина прямо на пешеходном переходе. 21-летний водитель управляет автомобилем МАС, двигаясь по улице Барыкина со стороны улицы Борисенко в направлении улицы Сосновой. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу совершил наезд на стоящее транспортное средство «Форд Фокус», который пропускал пешеходов, после чего от удара грузовой автомобиль МАС отбросило на встречную полосу дорожного движения, где он совершил наезд на двух женщин. Женщину везли в Гомельскую областную клиническую больницу. У них констатировали тяжелые травмы. В тот же вечер обеим пациенткам были проделаны сложнейшие операции. Состояние женщин медики оценивают как стабильно тяжелое. В отношении водителя МАЗа возбуждено уголовное дело. С начала недели с гололедными травмами в учреждение здравоохранения города обратились 83 человека. Из них 18 дети. Все обратившиеся в госпитализации не нуждались. Им была оказана амбулаторно-поликлиническая помощь. Реки вновь выходят из берегов. На территории шести районов области начался паводок. По данным Гомельского областного управления МЧС, потоплено 27 подворий и два участка дорог. Повышение температуры воздуха привело к разливу рек в Рогачевском, Реческом, Мозорском, Петриковском, Житковичском и Брагинском районах. Уровень воды за сутки поднимается до 18 сантиметров на отдельных участках на полметра. В ближайшие дни рост уровня воды продолжится. По прогнозам синоптиков, на Припяти и в Петрикове вода выйдет на пойму. Ситуация постоянно мониторится. Данный вопрос рассмотрен на областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Выработан ряд мероприятий для всех служб, задействованных в данной работе. Сейчас осуществляется мониторинг областной комиссии выполнения всех этих мероприятий на местах. В управлении Следственного комитета закончено расследование уголовного дела в отношении мужчины без гражданства, проживающего в Гомеле. Его обвиняют в хранении и транспортировке, употреблении и продаже наркотических средств и психотропных веществ. Следственным установлено, что мужчина осуществлял выезд с территории Республики Беларусь на территорию Российской Федерации. Находясь там, заказывал посредством интернет-магазинов, осуществляющих торговлю психотропными веществами. Заказывал особой пастой психотропных веществ, которые впоследствии получал на территории Республики Беларусь и распространял гражданам Республики Беларусь как путем дарения, так и путем продажи. В Мозере в результате пожара в общежитии было эвакуировано 7 человек. По прибытии на место спасатели увидели, что из окон второго этажа четырехэтажного дома шел дым. Все жильцы горящего блока, в том числе родители с двумя детьми, покинули пылающее помещение. Остальных эвакуировали спасатели. Троих детей госпитализировали для наблюдения за состоянием здоровья. В результате пожара повреждено имущество в помещениях общежития. Стены покрыты копотью. Пятница – день водителя, шутят бывалые автомобилисты. Чем был наполнен вечер этого дня, увидела воочию наша съемочная группа. В составе экипажа госавтоинспекция направила дежурство на улицах вечернего Гомеля. Как выглядит рабочая смена сотрудников ДПС, что они называют профессиональной интуицией и с какими ситуациями сталкиваются на дорогах, узнавали наши корреспонденты. Едва закончился рабочий день, а для большинства граждан и рабочая неделя съемочная группа де-факто с экипажем госавтоинспекции отправилась патрулировать дороги города Гомеля. Для контроля за соблюдением правил дорожного движения были выбраны центральный и железнодорожный районы. Не прошло и трех минут с момента нашей пересадки в служебную машину, как на улице Крупской перед нами появляется старенькая «Жигули» с проеденными коррозией сквозными дырами. Внешний вид авто давал повод усомниться в прохождении машины техосмотра. И инспекторы не ошиблись. Права забыты, штампа станции техобслуживания в сертификате нет. Пробив машину по базе, выяснилось, что за последние годы она уже несколько раз попадала в поле зрения госавтоинспекции. Два раза ей управляли водители, в том числе и хозяин, в состоянии алкогольного опьянения. Еще в нескольких случаях у людей, сидящих за рулем, не было прав. Машина оказалась полна пустых бутылок и пластиковых стаканов и по своему содержанию больше походила на мусорку. Машина работает. Но так как по прошествии трех лет водителю права были возвращены, а сегодня он был трезв, то, выписав штраф за отсутствие техосмотра и неиспользование ремня безопасности, мужчину отпустили. Следующим на нашем пути оказался грузовой микроавтобус, в котором находилась семья из четырех человек. Дети сидели рядом с мамой на большом пассажирском сидении. Отец не проявил должную заботу и не предусмотрел для них детских удерживающих устройств. Да и сам микроавтобус – не лучшее средство для перемещения такого контингента. Осознав вину, водителю пришлось раскошелиться на штраф. Сделают ли родители выводы, получив административное взыскание, для нас остается загадкой. Следующим инспекторы остановили такси. К водителю у сотрудников прямых претензий не было. Зато таковые имелись к пассажиру. Чтобы сесть в машину, гражданин на глазах у инспекторов перешел проезжую часть в неположенном месте. К тому же мужчина был пьян, что могло поспособствовать созданию аварийной ситуации на дороге. Недалеко от здания госавтоинспекции по улице Федюнинского инспекторами был замечен автомобиль, двигающийся в темное время суток без включенных фар и габаритных огней. Водитель пояснил, что из-за хорошего уличного освещения просто забыл их включить и при езде никакого дискомфорта не испытывал. Вернувшись в центр, на Полесском путепроводе обгоняем старенькую двойку, которую на сцепке буксируют в сторону универмага. Визуально все требования правил при таких случаях были соблюдены. Но в салонах обоих авто находились молодые люди, которые бурно что-то обсуждали. Решено было проверить их состояние и документы. Профессиональное чутье опять не изменило инспекторам. За рулем «Жигулей» находился бесправник, лишенный этой возможности полгода назад за пьяную езду. Получается, на две машины был только один водитель с правом управления. Но вынужденная остановка никак не огорчила молодых людей. Они, несмотря на проблемы, оставались в приподнятом настроении. С друзьями купили машину 10 минут назад. Вот буквально здесь за мостом сразу. Ехали и вот нас остановили. Казалось, что водителям нет права. Ну ничего. Сделает выводы какие-то. В любом случае все остались с хорошим настроением. Пока один инспектор составлял протокол, второй успел проверить еще с десяток машин. Попадались и автомобили с номерными знаками, установленными в неположенном месте. И транспортные средства с другими нарушениями. В пятницу 26 января на территории Гомельской области сотрудниками госавтоинспекции было выявлено 980 нарушений правил дорожного движения. Половина из которых пришлась на областной центр. Шесть водителей управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Также 26 пешеходов были задержаны за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Три из которых в городе Гомеле. Уже давно не слышно диких историй о молодых людях, которые в наркотическом угаре выбросились из окна или напали на друзей. Борьба с наркотиками стала более жесткой и активной. Суды теперь приговаривают распространителей к длительным срокам лишения свободы 15 и 17 годам. И это дало эффект. Однако проблема все еще актуальна. Подробности в материале Алексея Немкевича. Эта операция по задержанию в Светлогорске была проработана до мелочей. Мужчина, на которого сотрудники отряда особого назначения на этих кадрах надевают наручники, подозревался в торговле наркотиками в крупном размере. Позже станет известно, что оперативники не ошиблись. Силовым методом был задержан местный житель при перевозке мака. И у него было изъято порядка 25 килограмм маковой соломки и зелья. Было понятно, что такая крупная партия не случайно появилась в райцентре. Милиция стала искать каналы поставки. Следы привели их в столицу. Был задержан минчанин, у которого в машине было изъято порядка 50 килограмм мака и маковой соломки. И в гараже еще было обнаружено 12 килограмм этого погонного зелья. Такого количества мака вполне достаточно для производства более 500 доз. Оперативники обоснованно полагают, что маковый дилер реализовал свой товар и в другие регионы республики. Эта проблема не обошла и областной центр. Еще недавно этот переулок в центре Гомеля называли наркоманской мекой. Здесь можно было купить от мака до опи. Сейчас наркоторговцы переехали в менее комфортабельные апартаменты с заколючей проволокой. По словам правоохранителей, эти задержания позволили практически исключить незаконную продажу мака. На спад пошла и торговля спайсами. За прошлый год прикрыты три интернет-магазина, посредством которых распространялись эти наркотики. К слову, накануне в Мозыре за незаконный оборот гашиша задержали трех жителей райцентра. Двух мужчин и девушку. Первые два в нашей стране имели вид на жительство, а в Мозыре промышляли наркобизнесом. Это что у тебя там? Нашиш. Нашиш сколько? Граф 15. 15 грамм откуда у тебя нашиш? Нашел. Кусок вещества темно-зеленого цвета весом в 15 граммов в случае продажи мог бы принести хороший доход. На черном рынке порция в 0,7 грамма стоит более 30 рублей. А на этих кадрах оперативники проводят обыск в нарколаборатории. Здесь трое жителей областного центра варили метамфетамин. Иди сюда. Вещество гранулированное, как бы такое. Канистра. Вот жидкость вот это уже такое. Вы думаете, что это написано, что это химия? Не такая. Да? Я знаю, что это точно. Я понял. Я понял. Всего же за прошлый год в поле зрения милиции попали 783 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Половина из них приходится на гомель. Среди них 6 хищения наркотических средств. 22 раза организовывались притоны. Алексей Немкевич и Евгений Макеенко специально для программы «Дефакто». Наркогидра. Именно так можно назвать преступную сеть, посредством которой наркотики разного вида реализуются в нашей стране. В зоне риска люди в возрасте от 16 до 30. Время не стоит. На месте меняются и наркотические средства, становясь все более опасными. О том, как противостоять угрозе, как уберечь подростков от занятия наркобизнесом и почему игры с законом в этой сфере дороже всего обходятся мелким распространителям дурмана. Об этом мы не только поговорим с заместителем начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми Управления внутренних дел Гомельского облсполкома Александром Смоликовым. Александр Иванович, здравствуйте. Добрый день. Давайте для начала разберемся, почему в криминальных сводках так часто фигурируют факты реализации семян МАКа. Это такой вид нелегальной торговли, прибыльный вид нелегальной торговли? Или просто люди, скажем так, не привлекаются к уголовной ответственности за реализацию семян МАКа, уплачивают штрафы и продолжают этим заниматься? Как правоохранители относятся и регулируют эту проблему? На первоначальном этапе мы планировали решить эту проблему привлечением данных граждан к административной ответственности. Однако это не давало положительных плодов и впоследствии планомерная и целенаправленная работа позволила задокументировать и привлечь данных лиц, осуществляющих реализацию МАКа, к уголовной ответственности. И на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что в городе Гомеле наведен соответствующий порядок и в настоящее время отсутствуют факты реализации семян МАКа. Вот еще несколько лет назад нам в редакцию звонили и часто жаловались, что мол наведите, пожалуйста, порядок, разберитесь, у нас невозможно дышать на лестничной площадке, кто-то там варит этот МАК и вот куда звонить, мы типа не знаем. Сейчас уже такого нет или встречаются такие факты? Да, в действительности. Ранее часто граждане обращались на телефон доверия, на спецлинию 102 с проблемой о том, что через венитационные шахты доносится запах растворителя, потому что он используется при изготовлении данного наркотического средства. Мы незамедлительно реагировали и привлекали этих граждан также к уголовной ответственности, что позволило на сегодняшний день сократить данные обращения до минимума. То есть сейчас появилась возможность у правоохранителей повлиять на эту реализацию, да? Если раньше люди платили штраф и занимались дальше, сейчас их все-таки к уголовной ответственности есть способ привлекать. Да, действительно. На сегодняшний день существует определенный механизм, который позволяет нам в полной мере документировать преступную деятельность данных граждан и привлекать их к уголовной ответственности, получая длительные сроки лишения свободы. Кстати, давайте поговорим как раз таки о сроках лишения свободы. Насколько мне известно, вот что касается и синтетических курительных смесей, да, и других видов наркотиков, закон сейчас ужесточен и как он работает на деле, на практике? Да, в действительности в 2014 году был принят декрет номер 6 о неотложных мерах по противодействию незаконному обороту. После чего были внесены изменения в уголовный кодекс Республики Беларусь и ужесточены сроки привлечения к уголовной ответственности. На сегодняшний день уголовная ответственность за сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов наступает с 8 лет и заканчивается 25 годами лишения свободы. А были уже такие сроки, что 25 назначали? Данные сроки применяются в исключительно случаях в отношении тех лиц, которые сбыли наркотические либо психотропные вещества и при употреблении которых наступила смерть граждан. В этих случаях данные сроки применяются. Все мы знаем, что все эти курительные смеси, спайсы, так их еще называют, получили большое распространение не только на территории нашей страны, но и других соседних государств. В 2010 году ситуация была просто, как мне кажется, катастрофической. Как положение дел выглядит сегодня в этой сфере? В 2010 году широкое распространение на территории нашей области получили синтетические психотропные вещества, так называемые спайсы. В связи с тем, что согласно республиканского перечня запрещенных к обороту наркотических психотропных веществ на территории республики, данные вещества не входили в данный перечень. И привлекать к уголовной ответственности мы не могли. Но, опять же говоря, о шестом декрете эти ношества были введены и было определено и внесено в уголовный кодекс такое понятие, как аналоги. Получается, что у правоохранителей сейчас есть больше возможностей, а самое главное, они выигрывают по времени. То есть появляется какое-то вещество на рынке, оно является аналогом, уже проанализировано в лабораториях. И вы имеете основания для задержания этих лиц, так я понимаю? Скажем так, появился инструмент, при помощи которого мы можем оперативно влиять на ситуацию с поступлениями новых видов наркотиков. Это чувствуют наркопотребители и наркораспространители? Да, конечно. Это сказывается на наркорынке. И в настоящее время мы видим, что данных веществ стало меньше. То есть не только веществ стало меньше, но и наркосбытчиков также статистика уменьшилась? Да, конечно. Если взять по выявленным преступлениям, то их становится меньше. Как вообще молодежь, скажем, на сегодняшний день вовлекается в наркооборот активнее? Или также, учитывая тенденции на снижение уровня наркопреступности, также становится меньше как наркопотребителей, так и наркораспространителей в этой среде? Ведь ранее молодежь вовлекалась туда в связи с якобы легальностью данных курительных смесей. Но в настоящее время та разъяснительная и профилактическая работа, которая проводится в учебных заведениях, предприятиях, организациях и среди граждан, дает определенные плоды. Люди понимают, что это нелегальный наркотик. Это запрещенный наркотик. И когда они попытаются взять его в руки, либо попытаться совершить с ним какие-то действия, они будут привлечены к уголовной ответственности. Это они сознают и понимают. И поэтому, я думаю, это влияет на ситуацию, которая на сегодняшний день происходит. Александр Иванович, спасибо вам за важный и конструктивный разговор. Ну а телезрителям напомню, что в студии программы «Де-факто» вместе с заместителем начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми управления внутренних дел Гомельского облсполкома Александром Смоликовым мы обсуждали проблему незаконного оборота наркотиков. И в завершении программы вашему вниманию подборка происшествий, снятых людьми на камеры мобильных телефонов. Авторы выпуска подготовили наиболее зрелищные кадры. Рубрика «Я очевидец» далее в программе. В Полоцком районе маршрутка с 15 пассажирами опрокинулась во время движения на загородной трассе. В момент съезда в Кювет запечатлел видеорегистратор. На закруглении дороги водитель микроавтобуса «Мерседес», который ехал в Новополоцк, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало на обочину и опрокинулось. Кроме водителя в бусе находились 15 пассажиров, в том числе 7 несовершеннолетних. По предварительной информации, травмы различной степени тяжести получила 32-летняя женщина. Три человека погибли и два пострадали в результате падения вертолета на жилой дом в Калифорнии. Коптер «Робинзон Р-44» рухнул на жилой дом в городе Ниопорт-Бич. Свидетель происшествия сообщил, что видел раненого пилота, лежавшего возле места крушения, и еще трех человек внутри упавшей четырехместной машины. В Китае на мотоциклиста опрокинулся многотонный автомобиль с грузом. В момент ДТП запечатлели камеры наружного видеонаблюдения. Уходя от столкновения с мотоциклом, водитель грузовика резко повернул руль, и машина тотчас же завалилась на бок. Из кузова на дорогу посыпались тонны камней и песка. Мотоциклист, который только что избежал смерти под колесами машины, оказался в новой опасности. Его почти засыпало камнями. Но мужчина не пострадал. Сообщается, что его спас плотный тканевый тент. На Тайване загорелся нефтеперерабатывающий завод. В городе Тао-Юань произошел сильный пожар. Возгорание стало результатом взрыва в одном из цехов завода. Информации о пострадавших пока не поступало. 31 января жители Земли стали свидетелями весьма редкого природного явления – полного лунного затмения, которое совпало с полнолунием и суперлунием. На тот же период пришлось еще одно астрономическое событие – второе полнолуние за один календарный месяц. Ученые называют его «голубой луной». Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. Смотрите де-факто и будьте в курсе уголовных дел и происшествий Гомельской области. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. Увидимся в это же время ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова